Вечерняя машина Вечерняя нерентабельность перевозок приводит к тому, что работа на многих маршрутках заканчивается уже в 9 часов. И добраться, к примеру, в район улицы Советской или КСК уже проблематично. Однако, несмотря на этот довод, РСТ отказала перевозчикам в удовлетворении заявления. Мы это обращение рассмотрели, оценили нормы действующего законодательства. Мы посмотрели практику в других регионах нашей страны и пришли к выводу, что на сегодняшний момент такая дифференциация невозможна. Поэтому в своем официальном ответе мы это и указали. В настоящее время в Чите не существует союза перевозчиков, поэтому единой политики вопросов тарифа нет. Генеральный директор фирмы по городской перевозке пассажиров Белгород Сергей Кожевников не согласен с инициативой повысить тариф только в вечернее время. Предприниматель уверен, что если и повышать тариф, то полностью. С 1 января 2013 года нам навязали страхование пассажиров. Это как бы первый вопрос. Второй вопрос. У нас стоит очень даже жесткий вопрос по установке навигации ГЛОНАСС и установке тахобрахов. Третья причина. В поднятии, естественно, цен на бензин, на горюче-смазочные материалы, на запчасти. Кажется, что в этой ситуации перевозчики забыли спросить самого главного – мнение читинцев, которые каждый день пользуются услугами маршрутного транспорта. Я считаю, что цена достаточная. Ездить на такси дорого, а если есть маршрутное такси, ну, допустим, даже и подешевле, подороже, я не вижу ничего страшного. Бензин постоянно повышает, и маршрутки дорожают, а мы обычные граждане из-за этого страдаем. Согласно исследованиям российских экологов, Чита попала в список городов с наибольшей степенью загрязнения воздуха. Забайкальские экологи выделяют в регионе три города с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы, и Чита занимает первую позицию. На втором месте город Петровзабайкальск и третью – Краснокаменск. Если выделить наиболее вредные компоненты воздуха, которым мы дышим, то получится, что формальдегид в 4,7 раза превышает предельно допустимые концентрации, бензопирен в 3,9 раза, пыль в 2 раза. Анализ загрязненности атмосферного воздуха по сезонам показывает, что наиболее высокие уровни концентрации загрязняющих веществ постоянно отмечаются в осенне-зимний период. И тому есть вполне объяснимые причины. Город Чита расположен в котловине, окружен горами, и поэтому создаются условия слабого рассеивания загрязненного воздуха. Кроме того, у нас длинный отопительный период, зимний период, у нас ветра, как правило, отсутствуют или очень слабые. Создается штилевая погода, обстановка, и загрязненные вещества в атмосфере не рассеиваются. Крупной промышленности в Забайкале нет. В основном воздух загрязняется предприятиями топливно-энергетического комплекса. Более половины вредных веществ воздух поступает от предприятий по производству и распределению электроэнергии. Это ТЭЦ, котельный и частный сектор с печным отоплением. Почти 14% выбросов происходит при добыче топливных ископаемых. На равных загрязняет воздух предприятия по добыче полезных ископаемых, а также транспорт и связь. Показатели загрязненности воздуха от выхлопных газов транспортных средств ежегодно растут. И на 2012 год составили 53% от объема всех выбросов. Выход экологи видят во внедрении новых технологий по очистке выбросов атмосферу, а также в улучшении качества горюче-смазочных материалов, поступающих в регион. И в переходе на современные экологически чистые сорта КСН. Как и во многих городах России, на сегодняшний день в Чте существует проблема устройства ребенка в детский сад. В прошлом году в столице края открылось два новых дошкольных учреждения. Но это лишь отчасти снизило социальное напряжение. 19 февраля, отчитываясь перед депутатами о проделанной в 2012 году работе, мэр Анатолий Михалев заявил, что строительство новых образовательных учреждений не избавит город от многотысячной очереди в детсады. Мы считаем, что нам надо шире развивать альтернативные формы дошкольного образования. То напряжение, которое существует в связи с неудовлетворительным спросом родителей на дошкольное образование, не снять только строительство и расширение учебных площадей существующих детских садов. Тем более, что мы значительно ограничены финансовых ресурсов. Заветные путевки в детские сады Читы ожидают почти 10 тысяч малышей. Чиновники уверены, что исправить ситуацию поможет увеличение числа групп семейного воспитания и частных детских садов. Сегодня в Чите работают пока только 4 семейных группы и не более 10 частных учреждений. Сила и смелость, отвага и честь, храбрость, сдержанность, находчивость, умение быть первым всегда и во всем, эти качества солдата-отличника, которого несколько лет назад поздравляли с Днем Защитника Отечества, сегодня стали характеристиками праздника для всех мужчин. В его преддверии мы решили спросить у женщин, на что они готовы пойти для тех, кто нас защищает. Вкусно приготовить, приготовить им сюрпризы, потому что у меня муж, сын по контракту мне служит, два зятя по контракту, так что я богатая. Ради наших мужчин готовы, что вы готовы для них делать? На все. Ну самое главное понимать друг к другу, доверять. Что-нибудь безумное, доказать свою любовь и чтобы он знал, что он настоящий защитник. Готова совершить подвиг во второй раз, это родить ребенка. У меня уже есть дочь, ей пять лет. Готова ради них каждый день улыбаться, каждую минуту дарить улыбки. Ну, приготовить вкусный обед и ужин, ну и завтрак. Дорогие мужчины, для вас мы готовы не только входить в горячие избы, но и просыпаться на полчаса пораньше для того, чтобы сварить вам крепкий горячий кофе, гладить рубашки, обнимать и молча слушать, когда вам плохо, быть смешными и стараться быть самыми красивыми. Для вас мы готовы на многое, только будьте рядом. Об этих и других событиях читайте на сайте забмедиа.ру